здравствуйте это формула бежу я ольга козлова сегодня сделаю еще один обзор по базовой фурнитуре для изготовления бижутерии фурнитуры которые я купила в разных магазинах на платформе aliexpress и решила я вот самое самое нужное самое самое необходимое то что заказываю постоянно то что имея в запасе до заказываю то что не должно заканчивается ни у одного мастера который занимается изготовлением бижутерии давайте начнем самого мелкого я вам хочу показать вот такие контейнеры с кримпами у меня уже была на них ссылка ну просто это самый мелкий элемент которым с которым мы работаем и вот по поводу кримпов сразу хочу сказать что есть два типа кримпов зажимных вот такие трубочки в контейнерах они предлагаются по два по два размера мелкие и крупнее крупные мелкие под серебром под радированную фурнитуру под медь под позолоту под латунь и под черной роде эта фурнитура без покрытия драгоценными металлами она очень имеет такую доступную цену я вот на заре своей деятельности приобрела вот такие кримпы и до сих пор они лежат у меня практически нетронутые потому что вот эта модель кримпов вот эта конструкция мне совершенно не нравится то соединение то крепление которое этот крем делает как он закрывается сейчас я вам покажу вот смотрите первые четыре соединения это крупные кримпы виде трубочек вторые два это кримпы помельче видно да хорошо они дают такое неаккуратное соединение в виде острого квадратика прямоугольника конечно это можно закрыть укровной бусиной более того вот мелкие кримпы сейчас попробую сфокусировать получше мелкие кримпы они закрываются здесь по-моему видно как бы они немножко складываются и дают еще такую отсечку ланки ювелирного тросика видите здесь как шов такой получается но знаете вот это соединение я когда начала от 1 кримп который я купила были именно вот такие я просто удивилась насколько неэстетично неинтересно выглядит соединение какой она не аккуратная более того она острая в общем такие кримпы я применять не стала а стала покупать вот такую модель здесь также 6 оттенков 12 размеров по два размера в каждом оттенке и видите здесь вот эта трубочка она завальсованная внешний диаметр с двух сторон меньше чем посередине по большому диаметру как будто бы это бусину это как как бы полу бусинка такая и зажимается вот подобного рода кримпа в более аккуратное соединение сейчас я вам покажу в какое вот эти три кримпа это маленький диаметр вот эти два побольше здесь уже такие получаются гладенькие края они хорошо распределяется по середине они не острые очень аккуратно выглядят но при всем при том что обычно мы еще это укрываем и укрывными бусинами при этом конечно если кримпа правильно зажимать и они хорошей геометрии то идеально чтобы закрывались вот в такое вот в такую пластину ровную вот этот мне не нравится как закрыт это тоже но это я все делал на скорую руку на самом деле просто показать и надо отметить что вот в этих контейнерах кримпа они тоже бывают нарезаны не очень ровно то есть есть толще есть тоньше я высыпаю какую-то часть и сижу и выбираю одинаковые по диаметру кримпа но это первая часть истории связаны с кримпами а вторая часть заключается в том что вот я вам хочу показать да вот у меня три контейнера и казалось бы это выгодная покупка потому что здесь есть все цвета и можно выбрать все размеры а вот в этом контейнере у меня более мелкие чем такие же завальцованы округлые кримпа но посмотрите вот видно что я не пользовалась и во что превращается этот контейнер со временем при этом есть оттенки которыми я не пользуюсь совсем я практически не пользуюсь оттенком под бронзу таким такой красноватый латунью больше пользуюсь ну вот оттенок под роди и под серебро но они все смешиваются потому что как бы плотно вы не закрывали как бы аккуратно вы не хранили все равно есть видите здесь есть просвет эти кримпа они все равно каким-то образом высыпаются и перемешиваются особенно здесь хорошо до заметно в контрастных оттенках и я считаю что при всей общем-то приятной цене и казалось бы достаточно презентабельно внешнем виде больше крим в таких контейнерах я не покупаю я считаю что более целесообразно купить те цвета которыми вы пользуетесь чаще и хранить их раздельно в отдельных контейнерах как я уже сказала эти кримпы без покрытия драгоценными металлами я считаю допустимым их использовать тогда когда мы используем укрывные бусины и кроме того я покупаю кримпы с покрытием золотом с покрытием роде но вы знаете вот я их не покупаю на алиэкспресс но просто так как то так получилось что у нас есть оффлайн магазина в санкт-петербурге я покупаю там они продаются по моему или по штукам или по граммам но пакетики уже расфасованные я покупаю там разных размеров конечно это не дешево но как-то вот на алиэкспресс я не покупаю мне не попадалось выгодном предложение и либо вот эти я использую когда с укрывными бусинами либо если без укрывных бусин то я использую с покрытием драгоценными металлами и вы знаете еще у меня последнее время есть такая история я вот полюбила использовать кримпы вообще без но и есть такой момент что когда вы зажимаете кримп если у вас украшение сейчас я возьму какую-нибудь смотрите я уже показывают украшение на неважно просто она у меня лежит здесь рядом вот смотрите у меня собрана нить и как вы видите укрывные бусины стоят только в одном месте вот здесь вот так протянут тросик сюда выведен дальше он пошел укрывные бусины только две но это не значит что вот на такую достаточно массивную нить я поставила только два кримпа а я всегда подстраховываюсь и здесь у меня стоят по два клипа и достаточно большие маскировочные бусины и мне сейчас как-то очень нравится вот эта вот тема потому что если ставить их например с промежутком вот сюда и например вот на соседнюю бусину то как бы нить фиксируется в двух местах и мне кажется она становится умение эластичной давние как-то меньше воздуха на стопориться поэтому сейчас я практикую вставить два кримпа рядом небольшого размера но мало ли что с одним может случиться всегда есть страховочный 2 и плавно перехожу к следующей позиции к укрывным бусинам покажу что я купила на экспресс хороший укрывные бусины есть купон qr-код на купон упаковки никогда не пользовалась не знаю работает он или нет наверное работает значит здесь у меня преимущественно укрытые бусины с покрытием золотом покрытием роде что-то мне пакет не открыть и все все я купила в трех размерах 5 4 3 миллиметра самые маленькие средние большие вроде их по золотям по 100 штук и изначально но и вообще в принципе самые у меня такие употребимые те которых я покупаю много это 3 миллиметровые они хорошо закрывают один кримп маленького или среднего размера вот качество вот этих кримпов она очень хорошая они изготовлены из такого эластичного сплава что закрывается в хорошую красивую бусину они не заламываются не деформируются их легко и приятно закрывать вот чем мне нравится именно так я говорю крик маскировочные бусины или правильно сказала но мы говорим маскировочных бусинах вот это удачная модель удачный сплав также я пользуюсь маскировочными бусинами из нержавеющей стали и вот их закрывать достаточно тяжело как бы это они ведут себя очень хорошо в носке но не настолько тугой металл настолько сложно правильно красиво и ровно закрыть что вот на самом деле вот наверное я рекомендую все таки вот этим и для того чтобы укрыть 2 2 cream по одной бусины можно пользоваться либо 4 миллиметра а маскировочная бусина либо 5 миллиметров а маленькие средние бусины укроет хорошо в одной плоскости зажатые крем по укроют очень хорошо еще то что касается роде здесь стандартный оттенок никаких к нему вопросов то что касается позолоты здесь под высокопробный изол достаточно яркий оттенок ну поскольку это маленький элемент я не считаю что он сильно выдувается вот как то так вот здесь например у меня стоит два кримпа и бусинка 1 4 миллиметра вот так она закрыта вот если сравните рядом рядом с маскировочной бусиной стоит стоит бусина цвета шампань вот видите да что оттенок отличается маскировочная бусина более темная в общем эти кримпы не рекомендуют хорошее приобретение я их покупаю использую постоянно по 100 штук и в этом магазине еще я покупала двух с половиной миллиметровые бусина очень они у меня тоже такой элемент который я использую постоянно я оформляю им имя ну расстояние по нити но все знают что мы ими оформляем то есть я потихонечку все время докупаю тоже конечно покупки не дешевые есть разные размеры вот в данной ситуации я купила самые мелкие два с половиной миллиметра следующая важная позиция которая должна быть у всех и я на ней никогда не экономлю это протекторы для ланки для ювелирного тросика ланка петля ланки она находится вот в такой в такой части до около замка что постоянно вот это место она подвергается воздействию под жировых отложений такое место которое подвержено достаточно таким жестким условиям эксплуатации поэтому никогда 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 я не используем протекторы без покрытия драгоценными металла потому что если имеет что-то шанс потемнеть то в первую очередь будет темнеть в этом месте иногда вот покрытие под серебро здесь у меня роде иногда использую нержавеющую сталь они более тугие они совершенно не дешевле у них немножко другой оттенок они более жесткие вот иногда покупаю еще но имею по крайней мере в запасе еще нержавеющую сталь в данной ситуации более мягкий сплав чем нержавеющая сталь тоже под золото золото яркого оттенка такого же примерно как маскировочные бусины здесь много штук я высыпала не все из пакета вот я сколько не помню но я ссылки оставлю под видео вы посмотрите но вот этого хватает в принципе надолго это как раз такой элемент который практически но невозможно испортить до при монтаже то есть действительно если маскировочные бусины иногда неудачно закроешь раскрываешь выбрасываешь это такой расходник 100 протекторов вот в таком количестве но мне лично хватает я докупаю но я их не порчу никогда то есть они устанавливаются в украшение раз и навсегда дальше что еще хочу вам показать сейчас порадую себя и многих это очень очень красивые замечательные прекрасные превосходные проставочные бусины особенно я люблю в оттенке роде заказываю их по многу в упаковке по моему по 50 по 50 до но я заказываю больше чем 50 здесь тоже не все я высыпала какую-то часть бусина с алмазной гранью они есть разных размеров по моему у меня три с половиной миллиметра но по крайней мере вот здесь те бусины которые самые маленькие на странице желтый оттенок он немножко как бы желтит до более такой как патинированные по сравнению вот с теми же маскировочными бусинами или можем еще сравнить с шапочками но поскольку бусинки мелкие с алмазной гранью они в принципе хорошо вписываются под любую позолоту давайте я вам сейчас покажу как эти бусины выглядят так они оформляют нить если проставлять их между между бусинами из камня вот смотрите естественно можно еще оформить какими-то дисками какими-то шапочками но вот это хорошая альтернатива гладкой круглой бусине как я вам показывал два с половиной миллиметра это совсем мелкая свои гладкая бусинка здесь бусинка рифленая и давайте покажу как выглядит позолоченная мне кажется с этим оттенком золоченная тоже будет контрастно у меня бусины 8 миллиметров с 8 миллиметровыми бусинами выглядит вот так и поскольку мы заговорили уже этих элементах которые оформляют наше украшение я вам покажу те колпачки которые тоже стараюсь всегда иметь в запасе и в разных размерах она сейчас я докупила понемногу вот таких вот гладких колпачков я считаю что это тоже базовый элемент у него очень хорошо заканчивать нити на серьги всегда смотрится добротно элегантно чем больше вы используете фурнитуры ну вернее чем меньше вы экономите на фурнитуре скажу вот так вот тем более качественно и добротно выглядит ваше украшение здесь у меня заказано колпачки двух размеров позолоченные поменьше радированные побольше значит что я заметила в позолоченных вообще когда иногда говорят что так у меня тут котик прошелся вообще когда говорят что покрашена надо сказать что по золотой роде это не покрашена это наносится покрытие гальваническим способом ну вот смотрите вот здесь вот с внутренней стороны кое-где видно что покрытие нанесено не полностью на внутреннюю поверхность видите как бензиновые такие разводы вот они есть честно говоря там первый раз я с этим сталкиваюсь вот видите они такие и розовые беловатые видимо их на что-то как-то их закрепляют может быть было был колпачок в колпачок и в гальванической ванне вот это вот золотое покрытие внутреннюю часть покрыла не полностью я не считаю что это как-то очень страшно но тем не менее вот этот факт я отражаю с этой стороны все хорошо чем мне нравятся эти шапочки хочу сказать что я вот не помню какой я уже заказывала эти шапочки чтобы было в предыдущей партии либо я не заметила но по крайней мере вот первый раз еще чем эти шапочки примечательны они не просто такие плоские гладкие круглые у них еще очень красивый завальцованный край сейчас я вам покажу поэтому на бусине они сидят очень можно сказать что полноценно они не прилегают а как бы немножко видите да вот этот завальцованный край он создает такой бортик и мне кажется что но это тоже придает как оформлению такую законченность потому что бывают шапочки совсем плоские они просто ложатся на бусину как такая как ну просто гладкий диск а здесь я вот эта шапочка она формована и так сейчас я покажу как выглядит радированная мы наверное увидим лучше потому что потому что она покрупнее вот что еще с этими хорошо элементами то что в принципе их можно использовать на бусины разного размера вот такого плана шапочки да не отличается вот на бусине 8 миллиметров смотрятся неплохо как то что больше так это что меньше тоже завальцованный край вот это наверное я думаю 4 вот это 6 посмотрите обе смотрятся достойно очень красиво в принципе на бусине 10 миллиметров она хорошо оформить верхушку и мне конечно нравится именно вот это вот форма завальцованная удачная так и теперь еще один элемент бусинки сняла покажу вам я приобрела диски и вот это меня немножко покупку но не то чтобы разочаровала я не посмотрела перед съемкой но все это у меня пришло вот как бы было заказано как фурнитуру с драгоценными покрытиями но здесь что-то меня очень сильно смущает то есть вот здесь под серебро роде на самом деле бывает разного оттенка он бывает и такого светлого снежного серебристого что-то меня здесь смущает и очень очень яркая прямо такое рыжее золото вот маленькие диски смотрите видите да разницу в оттенке здесь более такой темный оттенок золото если сравнивать но практически с классическим цветом протекторов а тоже видно что более такой насыщенный яркий 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 цвет сейчас вам покажу как наш на бусине шапочка этот диск выглядит это тоже такой маленький элемент знаете как такой совсем небольшой нюанс который придает законченность вот чем отличаются такие классные да ну можно сказать что отточенные украшения когда нет экономии на фурнитуре когда каждое соединение она закончена завершена посмотрите тоже как этот диск а диск он не прямоугольный он тоже немножко как приплюснутые посмотрите как хорошо вот лаконичная красивое завершение бусина вот в принципе и цвет не очень выпадает но в общем надо проверить как это все будет себя вести в эксплуатации надо мне посмотреть заказывала ли я именно вот эти потому что я постоянно заказываю диски у меня на самом деле любимая тут шарики и диски во все изделия так или иначе что-то у меня попадает либо шарики либо диски либо гладкие шапочки почти всегда в каждом изделии требуется вот я посмотрю как они себя будут вести если не забудут то позже скажу ну конечно не следующем обзоре так и чтобы вас немножко порадовать и потому что сегодня такая распаковка сугубо деловая я бы сказала я вам покажу один элемент который я приобрела понимаю куда я его буду использовать это вот такая продолговатая бусина это конечно уже не базовая фурнитура но хочется же что-то красивое да необычное посмотрите это можно назвать либо бэйлом или но я бы называть продолговатые бусины оборотная страна ажурная инкрустирована фианитами фианиты пяти оттенков как вы здесь видите то есть компоновать можно в принципе с разными оттенками камней вариативности очень много вот такое отверстие она не совсем круглая ножка завалена и размер отверстия я вот но наверное там будет написано поставщика мне кажется сантиметров миллиметров наверно 67 внутренний диаметр отверстия под какой шнур если вот говорить о том что можно использовать на кожаный шнур я не скажу я не замерила и у меня под рукой сейчас нет инструмента я вам хочу показать что я сделала потому что я вот только сегодня закончила эту работу я сделал такой браслет с лавандовым метистом и с розовым кварцем посмотрите как цель на вот сразу как то так интересно очень по ювелирным и выглядит браслет мне очень понравилось сочетание за счет вот этой части достаточно так я его плотненько собрала чтобы бусины хорошо и красиво стали видите здесь я еще поставила колпачки для бусин самого маленького размера которые только можно найти в этой форме у меня эти колпачки были в одном из предыдущих обзоров и достаточно жестко он как полу жесткий такой получился то есть хвостики у него достаточно эластичную этого браслета а вот эта часть она стоит очень ровно и ничего не переворачивается если этот был использовать на чокер мне кажется его будет вывешивать то есть на чокер наверное он не подойдет либо это должен быть очень короткий чокер который прям как ошейник наносить а для браслета мне кажется очень хороший вариант выглядит очень-очень нежно сейчас что-то у меня с освещением почему-то аметист немножко такого грязноватого оттенка и розовый кварц на самом деле бусин очень чистых оттенков ну вот у розовых камней вообще розового оттенка галоген очень сильный искажают уж не знаю почему вот на этот элемент я оставлю ссылку это я вам решила картинку немножко разбавить красками скоро весна такие весенние свежие оттенки а вот на сегодня собственно говоря все что я вам хотела показать обзор базовой фурнитуры а с вами была формула бежу я ольга козлова всего доброго до свидания